Парк имени Зернова с трех часов дня и до глубокого вечера был эпицентром живой музыки. Восемь музыкальных групп представили зрителям все многообразие направления рока. Право открыть фестиваль, зато рок организаторы отдали самой молодой саровской группе – «Секвестере». Наша группа образовалась полгода назад в составе. Мы знали, что будет проводиться данный фестиваль. Готовились, репетировали, подготовили небольшую программу и это наш дебютное выступление первое. Зрителям участники группы представили несколько песен, которые стали результатом совместного творчества. Никаких пустых мелодий и текстов. Каждая композиция наполнена глубоким социальным смыслом. Например, в песне «Господство» музыканты рассказали о внутренних пресворечиях в человеке. Эта песня про то, как человек начинает стремиться к власти и хочет сделать мир лучше. Но эта власть, как известно, большинство людей развращает и он начинает думать только о себе, а не о людях. Группа «Металлогия» существует уже три года и в начале творческого пути она называлась «Возрождение». Но в силу обстоятельств ребята решили сменить название на более, на их взгляд, близкое к музыкальному стилю. Гитарист группы Артем Сергеев считает, что тяжелые направления рока как нельзя лучше подходят для создания в песнях мрачных и зловещих образов. Из стилей не выходим, и это в основном такие темные образы. Мне на самом деле трудно судить, что в голове у наших, так сказать, авторов этих текстов. Сам иногда очень удивляюсь. В рамках фестиваля «Зато урок» группы представили саровчанам небольшой творческий отчет о проделанной за год работе. Зрители оценили потенциал местных музыкантов, а некоторые даже пополнили ряды фанатов. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.